Привет всем! Сегодня гоняли быстрые тачки. Это Traxxas XO1 бешеный и машина-змея Dragster. Ну, собственно, вы видели, недавно я выкладывал как раз по ней ролику, устанавливали стабилизацию и все такое. Все работает, но, к сожалению, вот регуль подвел, сгорел и все, перегрелся. Он был просто кипяток на 3S. Ну и, как видите, значит, сегодня мы поговорим об этом бегемоте на самом деле. Плюсы-минусы QX80. Смотрите, какой багажник. Я приглашаю вас в багажник, здесь можно поставить стол и пить чай. Ну, блин, но в X-Trail он был раза в полтора точно меньше, потому что сидушки, обычно XO, вот так вот, да, и сиденья уже были вот здесь вот. То есть у меня, получается, здесь огромное пространство. Влазит куча трофеек, теперь можно трофеек просто накидать без раскладывания того ряда сидений, и это реально круто. Собственно, для большого багажника и покупают такие громадные тачки. Что еще? Естественно, мы получаем большой объем внутри, да, и белый салон. Белый салон смотрится богато, но требует химчистки, либо чехлы. Чехлы ненавижу, поэтому придется химчистить. Хотя на заднем ряду у меня никто обычно не ездит, это очень редкий случай. Там будет стоять детское кресло всегда, оно там стоит на подставке. Поэтому зад можно практически никогда не чистить, а передние будут чиститься всегда. Есть комплектации у Infiniti. Да, у Infiniti, у патрулов таких нету. Консоль по центру стоит, типа как вот машина для боссов, но это бредовое. Именно искал тачку, чтобы не было консоли вот этой, потому что полно на рынке. Обращайте внимание, будет мешаться. Реально будет мешаться, она громадная. Ну и смысла туда что-то закидывать нету. Сразу затонировал, потому что идет заводская тонировка достаточно слабенькая, как на X-Trail. Но здесь решил сразу добить до конца. И перейдем еще к переднему салону. Мне очень нравится, но у Infiniti беда, что они как 10 лет назад выпустили вот этот весь салон, так он и остался до сих пор. То есть какие-то есть маленькие изменения в новых QX80, которые в 2018 году вышли. Но в любом случае, даже в новом QX80 все то же самое. Ну это круто, ты покупаешь тачку старее, а у тебя то же самое, что и в новой. По-моему, это просто замечательно. И мне нравится такой салон, куча кнопочек, не всякие там эти бэхи дурацкие, посидел везде. Бред. Ненавижу, никогда не любил, всегда ненавидел. Бэховские салоны. У Audi, да, у Audi ничего, салончики. И опять же, все белое. Смотрится круто, но на самом деле найти на рынке машину в хорошей комплектации, да, это максимальная комплектация, с, наверное, реальным пробегом, да, в хорошем состоянии, с прозрачной историей и черным салоном, это практически нереально. Поэтому, ну, тут уж как было. Ну, в принципе, даже смотрится, мне кажется, намного лучше. Что касается вида тачки, то, естественно, многие не понимают QX80, говорят, бегемот-кошелот, большая решетка, маленькие фары, опущенные. Здесь капот еще такой ровный, кстати говоря, у нового он, по-моему, то есть здесь не ровный, а там у нового ровный, да, стал. Но мне очень нравится внешний вид, и он реально круто выглядит, и он громадный, громадный, вместительный. И туда помещается движок 5,6 литра. В общем-то, едет чуть-чуть побыстрее, чем X-Trail, здесь примерно 6,5 секунд до сотки, расход у меня сейчас составляет 20 литров. То есть такой вот, ну, мой обычный режим. Ну, я думал, на самом деле будет 25, но пока удивлен, что 20-ку держится без проблем. X-Trail ел 12,5 с движком 2,5 литра. Ну, и, соответственно, он ехал в два раза медленнее, ну, практически, да, не было нормального звука мотора, и не было такого объема, не было такого внешнего вида. В общем-то, минусов я вам сейчас про X-Trail много-то расскажу, если сравнить с этим автомобилем, но он, соответственно, и дороже, дороже получается. Колеса 22-е, все штатное, зима на 20-ках, в общем-то, здесь без изменений. Посадка удобная, за счет подножек, всегда думал на X-Trail ставить подножки, но отказался в плане какого-то бездорожья, то, что там все-таки машина с ними уменьшается, плюс крепления дурацкие на X-Trail ставятся, не такие скрытые, как здесь, и поэтому отказался от этой идеи. Что касается габаритов автомобиля, то привыкнуть, в принципе, достаточно легко, буквально два дня, и я как рыба в воде, соответственно. Ну, 360 градусов обзор, плюс парктроники, и благодаря этому всему ты, в принципе, не замечаешь даже на парковке. Да, конечно, есть где-то неудобства, сейчас думаешь, как бы мне тут вырылить, чтобы не задеть, но в любом случае прям колоссальных, не знаю, неудобств не вызывает, потому что эта машина всего лишь на 20 сантиметров шире, чем X-Trail. Ну, это как бы немного, ну, судя по данным производителя, хотя визуально она кажется, что шире намного больше, но длиннее она на 60 сантиметров. Самая классная в этой машине система – это антикамикадзе, когда, в принципе, нельзя убиться, но в любом случае все зависит от вашей скорости. То есть есть дополнительная система, которая включается отдельно, которая контролирует все ваши движения, постоянно вам отжимает газ, тормоз. Я с ней ездил первый день, потому что это было по пробкам, по Москве, ну, фиг знает, к аборитам еще не привык. Но в любом случае она еще и работает постоянно. Постоянно работает именно та система, которая отвечает за внезапные, скажем так, препятствия, которые возникают перед автомобилем. То есть она отжимает газ и нажимает тормоз сама. Даже если вы едете задом потихонечку и не заметили, что там кто-то пробежал, она сама остановится. То есть у нее сразу сработает система. Это реально круто. И плюс адаптивный круиз-контроль, когда ты не паришься, когда пристраиваешься за кем-то, и машина за ним начинает ехать. Сама набирает скорость, сама тормозит, в общем-то, вплоть до полной остановки. И это замечательно. То есть ты расслабляешься на трассе и ни о чем не думаешь, тебе остается только рулить. Ну, в общем-то, ну, полосы в нашей стране контролировать, даже если бы здесь стояло. Здесь есть контроль полосы, но в любом случае она только пищит. Даже если бы стояло, то в нашей стране это не будет работать. У нас полос очень мало. Посмотрите, видите полосу хоть одну? Вон, вон одна осталась. Больше здесь полосы нет, к сожалению. Заводим. Так, ну машина мне пищит, потому что мне нужно ввести пин-код, который я вам сейчас не покажу. Все. Машина была в великом подразделении Кондрашова. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится в ней ручник. Интересно, нового QX80 он такой же или нет? Машина была у Кондрашова, но, собственно, тот, кто подписан на основной канал, тот скоро все узнает. И там машина получила полную защиту и тонировку, естественно. Плюс бронирование. Ну, что тут сказать. Сидеть удобно, обзор неплохой. Зеркала, я бы чуть-чуть, конечно, бы дал их в сторону. Они такие большие лопухи получаются. Ой, мы, подождите, секундочку, нам надо звук вырубить, а то YouTube нас не воспринят. Но, в любом случае, после настройки привыкаешь, потому что на других машинах они чуть длиннее. Здесь лопухи больше. Я не знаю, зачем такие сделали. То есть, смотреть, наверное, в небо самолета, когда за вами летит вертолет, этот полицейский, угонять от преследования. Все настройки тут. То есть, вот мне нравится эта система. Какая она? Вот эта вот. Все. DDCA какая-то. Крутая система, прикольная, очень нравится. Вот. Ну и, собственно, шумка неплохая, двойные стекла. И звук мотора не напрягает на малых оборотах. Ну и на трассе тоже. То есть, мы его слышим, но у него приятный звук. Сейчас мы дадим чуть-чуть. Там каишники стоят, а там... Звук приятный, но можно, конечно, доработать выхлоп. Но, я думаю, от него просто потом устанешь. И выхлопы достаточно дорого стоят. Либо вырезать катализаторы. Но, вроде, от катализаторов у народа звук не прибавляется, судя по форумам. Поэтому буду ездить в стоки. Единственное, что мне в стоки не нравится, это, опять же, глушитель, который так в землю выходит, и все. Почему нельзя сделать нормальный глушитель на этих автомобилях, непонятно. С настройками пока всей системы здесь даже не разбирался. Мне нужно от машины только радио и камеру заднего вида. Навигация... Ну, навигация здесь штатная, ниссанская, никогда не пользовался. На X-Ray стоял планшет китайский с Яндекс-картами. Поэтому здесь проще включить Яндекс-карты на том же телефоне. И покажет вам и пробки, и все остальное. Пока не знаю, куда подключить видеорегистратор, как его запитать. Горе электрики у нас, конечно, присутствуют. Что там? Ослепла камера. Горе электрики у нас присутствует. Но не знаю. Боюсь, что все испортит. Поэтому посмотрим. Что по салончику-то? Блин, очень широко. Очень широкий подлокотник. Прямо вот сидишь вообще без проблем. Можно вдвоем класть руку на подлокотник. И друг другу не будешь мешать. Плюс сзади завались места. Это просто вот то, что я хотел. Эту машину покупают для объема. То есть мне нужен реально большой багажник. Загрузить сюда лодку с мотором вообще без проблем. Я думаю, все войдет прямо в один багажник без раскладывания сидений. Потому что на X-Ray я постоянно раскладываю сидения туда-сюда, чтобы загрузить и тачки, загрузить и лодку. И все остальное. А если я еду в Орел, то... Ну, поеду в Орел здесь тоже все придется раскладывать. Потому что я буду брать всего много. Но в любом случае здесь в повседневной эксплуатации багажник дает о себе знать. Ну и сидишь высоко. Клиренс 257 сантиметров. Для наших полевых условий самое то. То есть у нас в Дубне я гоняю в поля. Поэтому машинка нужна повыше. Повыше. Не хотите купить квартирку в доме прямо у моста? Выходишь на балкон такой. А у тебя машины гоняют. Фуры гоняют. Вообще круто, по-моему. Я не знаю, кто покупает. Там прямо с выходом на мост квартиры. Вот. Поэтому расход, ну, как бы не напрягает. Больше напрягает, наверное, владельцев налог. Но это уже второстепенно. Такую машину покупаешь не о том, чтобы думать про расход топлива и думать про налог. Ты получаешь удовольствие и, блин, ну реально в ней круто. Я не могу сказать никакие минусы. Ручник меня напрягает. Ручник ножной. Это даже на X-Trail у меня 15-го года был электронный ручник. Эта машина тоже 15-го года. Ну, на ней ножной ручник. Это жесть. Вот. А в остальном, блин, ну я фиг знает. А как звучит? Звучит очень хорошо. Звучит очень хорошо. Разгоняется очень хорошо. Тормоза поменены здесь. То есть здесь стоят, не помню даже какие тормоза, не стоковые. Ну, не супер какие-то там крутые с восьми поршнями. То есть в любом случае они также остались обычными. Но диски тормозные, забыл как называется, короче. Немного улучшены. Потому что пришло время. И да, привет передаем Евгений, предыдущему владельцу. Так что машина радует. И я знаю, что ты рад за то, что она радует. В общем, друзья мои, будет ломаться. Ждите ролики на канале. Вылью все минусы сразу. Но пока ездит. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok